Был в 43-м жаркий бой. Не в силах позабыть. Народ идет к могиле. Колени преклонить. Преклонить колено сюда Алексей Платошин приходит на протяжении нескольких лет. Благодаря ему это захоронение сегодня облагорожено и убрано. Это было так слегка прирыто. Неглубокое. Сантиметром, может быть, 40 всего была глубины она. Вот. И зимой звери или волки, или, может, лисы доставали. Ноги были. Ноги в сапожках. Вот видно, что женские сапожки хромовые были. В школе Алексея Платошина услышали и помогли. Общими усилиями установили ограду и крест, а на гранитной табличке выбили именно тех, кто погиб, сражаясь за Орловскую землю. Сам же Алексей Платошин встретил войну в возрасте 13 лет, недалеко от этого места. Мы далеко нас эвакуировали отсюда, из деревни. За Глотовой. И сижу, некуда больше деться. Была сосна толстая, сейчас ее, конечно, нет. И я под сосной, а тут, прямо на моих глазах, бомбять это все, лух этот. А там самолет, и он, как немцы не знали, что он подбитый, а думали о аэродром. Трава была большая, это в августе месяце. Благодаря стараниям и инициативе Алексея Платошина была облагорожена и вторая безымянная могила. На небольшой табличке черным, по белому указано, неизвестный летчик, погибший летом 43-го года при выполнении боевого задания. Вот он летел отсюда, вот как с Брянска. А вот здесь прямо упал он, вот метров в десяти, вот там расчистлено-то все. Ямы там были, сейчас позарыли, видать. В память о героях, погибших и вернувшихся с той ужасной войны, Алексей Платошин издал книгу стихотворений собственного сочинения. Каждая буква, строка и четверостиша – это вклад в сохранение исторического наследия нашей страны. Сохранение памяти обо всех, кто защищал родину в годы Великой Отечественной войны. За нас с тобой они лежат, засыпаны землей, чтобы жить от страха не дрожать, за наше счастье и покой. Наталья Чунина, Эдуард Чернауско, Селеканал Первый областной.